приветствую вас друзья с вами варчик в этом видео я вам расскажу свои советы о том как все-таки стать нормальным игроком в реворду танкс и не смотреть всякую ерунду а уже самому развивать свой скилл казалось бы советы будут простые но все ими пренебрегают и поэтому получается что играют хуже и не поймут из-за чего вроде стараются а скилл стоит на месте короче продвижение никакого нет так вот если вы хотите двигаться дальше то я вам сейчас расскажу что нужно делать и так чтобы преуспеть поднять скилла и принципе вообще для чего все это делается все это делается для того чтобы вы в играли налегке как я да я играю не самый лучшим образом но до меня многим в рандоме далеко чего таить но при этом при всем есть люди которые играют намного лучше всегда так есть всегда есть тот кто лучше нужно знать себе цену так вот все это делается для того чтобы вы хотя бы как я играли в рандоме налегке до пригорает там тыры пыры но это картошка но вы должны играть налегке просто чувствовать игру и не напрягаться на расслабоне играешь и все она идет как по маслу все получается высокий результат и усилий для этого просто минимум так вот погнали для начала чтобы у вас все было хорошо нужно подготовить себя к бою и подготовка у нас происходит по следующим таким вот этапом первое это нужно подобрать нормальный играбельный танк в игре есть несколько играбельный геймплеев на различных типах техники это могут быть средние танки снайпера это могут быть средние танки для активной борьбы в ближнем бою это могут быть тяжелые танки с хорошей лобовой броней с хорошей подвижностью и отличной стабилизированной пушкой это и могут быть всякие там птс башней и такие вот полу ст все остальное там сугубо кустарные пт или пт без башни бронированной ближнего боя жирные тяжелые тяжи это все мы отбросим в сторону и сделаем вид что это танки просто для разнообразия чтобы надо повеселиться и получить какой-то новый опыт и геймплей в игре но основной геймплей он один и тот же для большинства классов техники и за основу нужно взять вот эти танки выбрать их для себя и учиться играть в них в удовольствие налегке с высоким результатом отбросить всякую ерунду не играть на дебильных танчиках это ни к чему не приведет просто сами себя на битит играя на плохих танках и еще забыл в конце легкие танки для скиловиков даже не вздумайте на них учиться играть на лт вы уже должны уметь играть потому что там нет брони там слабые пушки есть только мобильность маскировка и обзор и далеко не на всех картах эти параметры вообще важны следующая после выбора танка нужно его правильно снарядить к бою для начала нам нужно правильно подобрать модули и расходники модули в основном на те танки которые я вам посоветовал нужно ставить досылатель и стабилизатор это самые основные два модуля которые подойдут везде будь то с тэшка ближнего боя или с тэшка снайпер быстрый тяжелый танк да и птс башней для всех них подойдет досылатель стабилизатор третий модуль скорее всего почти для всех будет оптикой в некоторых случаях это сведение можно конечно поставьте вентиляцию но толку от нее не сильно много дальше перейдем к перкам что же у нас по перкам с перками все просто именно очень важных перков не так уж и много чем ниже уровень тем важнее маскировка и обзор поэтому на низких лавалах для начала пока качаем ветку изучаем маскировку и перки на обзор орлины глаз и радио перехват не забываем также про лампочку лампочка всегда везде пригодится после этого нам нужно качать ремонт перки на стабилизацию плавный ход плавный поворот дальше нам помогут всякие перки там по типу виртуоза и мастера тарана если этот танк имеет массу и быстро ездит по типу е50 также танку пользу принесут такие перки как мастер на все руки если вы собираетесь играть с дупайком на советских танках пожаротушение мастер-оружейник бесконтактная боеукладка все остальные перки не столь важны после того как вы на начальных лавалах выкачали перки на маскировку лампочку на обзор на стабилизацию дальше изучаем ремонт либо если вы качаете тяжелую ветку то ремонт нужно качать в первую очередь а потом уже без маскировки перки на стабилизацию и на обзор остальные перки уже не столь будут заметны для вас когда вы их выкачать самые основные я вам назвал ну и боевое братство конечно же куда без него она конечно пользу принесет но качать его нужно около 4 5 перка как раз до 4 5 перка вы должны выкачать ремонт маскировку на стабилизацию на обзор и еще пару там каких-нибудь перков который я перечислил после перковы модулей переходим к расходникам какие же расходники брать ремку желательно брать голдовую потому что она дает к скорости ремонта закрутить вас будет сложнее также и есть танки которые вместе с катком могут потерять боеукладку на таких танках обязательно нужно возить голдовую ремку аптечку конечно тоже можно было бы возить голдовую чтобы члены экипажа не так часто умирали но на и на аптечке можно и сэкономить голдовый огнетушитель возить обязательно на низких лавалах еще можно поэкономить нот на высоких лавалах начиная уже от 6 до 10 всегда возите голдовый огнетушитель потому что он дает процент того что вы реже будете гореть если вы будете с собой возить обычный огнетушитель вы ничего не наэкономите вы просто сами себя обманываете и будете гореть чаще следовательно будете чаще терять хп чаще у вас будет модули ломаться пока танк горит чаще будете ливать бои соответственно результат у вас будет меньше опыта будете получать меньше и серебра меньше будете больше тратить на всякие ремонты поэтому обманывайте только сами себя что касаемо до пайка до паек это очень классная вещь на 10 процентов улучшает все в танке это очень очень жесткая имбовая шняга в этой игре до паек если есть возможность то можно его поставить на танки особенно которые горят только сзади на них вообще идеально возить до паек с расходниками разобрались теперь заряжаем снаряды если у вас голда кумулятивы то сильно много не переборщите не берите full кумулятивы берите с собой по возможности там десяточку бы бэшек если вы не любите голдовые снаряды и приверженцы стрелять только без голды скажу вам по секрету вы зря это делаете лды нужно с собой все время брать какое-то количество 10 20 процентов от общего числа снарядов танки на некоторых танках я езжу там 10-20 голдовых снарядов беру на некоторых я full голду вожу это зависит от танка и от уровня допустим на тт-10 играть на некоторых танках я могу только на фугал где почему да потому что в нынешнем балансе тт играют 15 на 15 тт на full голде на тт-10 на нормальном тт-10 4000 среднего урона держится в принципе не так уж сложно зарядили наши снаряды не забываем взять пару фугасов на всякий случай вдруг чего сбить подготовили наш танчик бою принципе половина дело уже сделано потому что большинство танкистов в этой игре ну буквально не могут даже подготовить свой танк к бою и уже на этом этапе этот игрок еще не нажал в бой но он уже никакой он уже слил кучу боев еще даже не выйдя в них потому что он не готов к бою что же нужно делать в бою в бою нам нужно знать стандартные идеальные разъезды для этого я вам дам ссылку в описании на плейлист идеальный маршрут посмотрите плейлист куда ехать и поймете что сама позиция которая была несколько лет назад все занимали какие-то там идеальные позиции ничего не дает вы должны ехать по карте вы должны двигаться вы должны жить боем вы должны его чувствовать вы должны смотреть часто на карту и правильно ее анализировать заняв одну позицию вы не будете участвовать в большинстве боев вы будете стоять на этой позиции будете ждать того момента когда ваша позиция сыграет какую-то роль в бою даже если ваша позиция просто офигенная может пройти несколько боев на этой позиции но вы так не поучаствуйте в бою потому что нужно смотреть на карту и чувствовать куда нужно поехать где у вас у вашей команды есть преимущество где нужно под нажать где нужно под дефить поэтому нужно посмотреть плейлист идеальный маршрут и вы поймете что все не так уж сложно просто большинство танкистов в бою они даже не участвуют они просто занимают какую-то дурацкую позицию потому что они когда-то там 59 лет назад с нее два раза стрельнули удачно и теперь они там стоят потому что они там стоят или дядя петя сосед там стоит поэтому я там стану или киберкатлета коля тоже там стоит поэтому я там стану потому что все там стоят и я постою так не играются в танки по карте нужно ездить смотреть что происходит с боем если все стоят на базе то то что вы займете какую-то идеальную позицию и одни там сдохните ничего не поможет если все поехали на один фланг а ваша идеальная позиция на другом фланге тоже ничего не поможет поэтому у вас должно быть несколько стратегий на один бой несколько идеальных маршрутов когда вы начнете с первой минуты боя участвовать в бою и приносить пользу себе и команде тогда у вас будет подниматься процент побед и статистика и после этого вы сможете уже наработал свои маршруты играть на расслабоне не париться ни за что потому что вы знаете что я еду участвую в бою и делаю все что возможно от вас потренировавшись разработал тактики наработал какие-то разъезды вы поймете что все не так уж сложно в этой карты одни и те же не меняются миллион лет новые карты не водились два года поэтому идеальные тактики они остаются годами просто все стоят в каких-то дурацких позициях вообще непонятные как они в голову пришли также в описании я вам оставлю еще одну ссылку на то как правильно и быстро реагировать на карте так сказать повысить вашу реакцию это поможет вам реагировать быстро на засвет врагу потому что очень часто вижу что люди неправильно реагируют и воспринимает информацию в бою здесь вам моды или какая-то еще ерунда не поможет здесь нужно правильно отработать действию как правильно анализировать карту как правильно быстро найти врага который засветился и быстро в него стрелять часто вижу в рандоме когда союзники даже впритык врагов не видят которые мимо проезжают или стоят не говоря уже о дальних расстояниях это основные мои советы все остальное у вас появится с опытом я ничего не говорю про стрельбу потому что стрельба она в принципе не должна у вас занимать много времени в прицел вы должны входить буквально долю секунды зашли прицелились в я зимую зону нажали выстрел дальше все за вас сделает вбр попал не попал пробил не пробил все поэтому заостряться на стрельбе не вижу смысла брать упреждение попадать в я зимой зоны пробивать заряжать когда надо голду когда надо фугас все это должно быть автоматически и на это времени терять в бою вообще нельзя основное это тактика смотреть на карту думать куда ехать стрельба это просто на автоматизме должна быть если у вас проблемы со стрельбой то это очень плохо потому что стрельба в этой игре очень простая казуальная аркадная и упрощенная да некуда плюс еще зависит от вбр очень много факторов это и вбр пробития вбр альфы вбр точности в самом прицеле в круге поэтому на этом застряться не вижу смысла если вы не знаете увеземый зон танков поставьте коллижен модельки и стреляйте по увеземым зонам есть во всяких модпаках шкурки и зонами пробития ставьте их и учитесь стрелять если вы не умеете на этом у меня все пишите ваши комментарии что вам помогло что не помогло может кто-то что-то добавит с вами был варчик играть красиво пока